всем привет ребят привет и добро пожаловать на канал сегодня у нас суббота и мы сегодня будем торговом центре мы хотим посмотреть на новогодние игрушки показать вам какие же здесь они есть и где лучше купить также мы хотим еще сбегать на тренировку в спортивный зал и хотим купить продуктам ну что мы в торговом центре мы закончили тренировку по перикофе сейчас будем смотреть на новогодние игрушки ну все наконец то мы дома мы заходили в ашанг купили много чего из продуктов но мы покажем на тех продуктов которые мы ранее не показывали вам купили мы вот такую вот рыбку лосось здесь 100 грамм стоит 1269 крабовые палочки здесь очень мало 100 грамм 2 злотых финики очень-очень классная штука кто кто не знает они очень питательные они очень полезны здесь 600 грамм стоит 17 злотых они вот именно вот в этой упаковочке мы сюда брали нам очень сильно нравится также советуем вам брать дорогу потому что они очень питательные и как бы вкусная штука дальше мы взяли вот такой вот фруктовый как бы коктейль из сушеных фруктов здесь яблочко сливка абрикос как персик ну что-то такое 100 грамм стоит 629 и также нас завтра ждет дорога и в дорогу мы взяли два таких протеиновых батончика эти батончики мы покупаем специализированных магазинах называются витамин шоп здесь как бы протеина 21 грамм я своей страны хочу добавить что сидишь на тип протеиновые батончики про які скрізь говорят и це не тип батончики які можно зустріти в ашане там бедренки в інших магазинах на каких написано протеинный тому що в тех більше из відсотків складается це мюсли а це дейсно протеин які може замінати напевно один приєм їжі да он заміняє один приєм пищи то есть он очень питательний это вкус карамель шоколад нам нравится с марципаном еще очень классно и стоит по-моему либо 6 либо 7 злоток дорогу очень классная штука вот часто беру в Украину или с Украины вот именно такие батончики так как уже вовсю продаются новогодні игрушки мы хотим с вами поделиться где мы покупаем новогодні игрушки у нас как бы бюджетные варианты также есть другие немножко варіанты также хотелось бы сказать несколько слов про ялинки так как мне еще я еще не вижу что они у нас тут начали продаваться а я думаю згодом буквально десь через неделю люди начнутся скрізь продаваться у всех будь-яких местах або на прокопах и если вы хотите поставить ялинки как раз не на Різдво а на Новый рейк собе то нужно купить ее десь до 24 числа так как 24 Різдво и после Різдва ялинки просто пропадают и уже не реально купить десь точно ж их нема я не да мы так минулого року хотели купить как раз на Новый рейк думала ой как раз після Різдва себе купим ялинку поставим ее и яке наше было здавание когда мы пришли 26 грудня на в месте где продавалась ялинка там навіть сліда их немае в этом году мы хотим заранее купить елочку также здесь можно купить искусственную елочку мы хотим купить знаете дерево которое как бы живое которое потом можно пересадить просто куда-то в отворец в Башане мы купили вот такие вот классные снежинки они пойдут у нас на окна пустою злотые 20 там всякие разные фигурки были другие и олени и какие-то там елочки вот есть синий красный фиолетовый я дуже багато фаналитарики мы купили певно самый дешевший ну там здесь еще дешевше мы брали за 13 злотых тут единый мінус тому что зараз вам покажу они вот зациклены вот на такие петли это напевно единый ихний мінус потому что если вы хотите скласти из них что-то великое вырастить ее на півкімнаты то это не выйдет тут находится 100 лампочек так что выглядит упаковка в ней в общем по поводу лампочек Ашан это даже очень хороший вариант то есть 13 злотых и вот какие красивые лампочки которые питаются от электричества прекрасной ну классной лампочки просто мы купили вот такие вот замечательные штучки для горячего чтобы ставить горячие стойка 5 злотых но очень очень мило выглядят очень классная такая серия в росмане здесь 4 штучки в наборе было были разные с оленями и без оленей вот такие вот тексты тебе нравится новый год я убийца нового года гринчи да мужик он еще не признался ты такие в росмане мы вот такую вот классную штучку купили на стол тоже по-моему 5 или 6 злотых но прикольная такая но столько это милая вот у них вот эта вот серия вот этот вот дизайн мне очень нравится такой такой вот прям милый милый также еще в Ашане мы купили вот такие вот шарики сейчас мы так поняли что мода на черные шарики есть но они прикольно сочетаются с золотистым и мне кажется очень красиво будет сочетаться эти три цвета красный черный и золотистый стоит как бы не дорого это как бы эконом вариант потому что смотрите здесь 10 штук стоят 849 и такая здесь тоже по-моему 10 штук стоит 589 то есть такой эконом вариант но вполне очень классные шарики также они поштучно что такое ты конечка ты все так же поштучно продавались такие можно купить там по моему до злотого одна штучка ну то есть вот так вот но выгоднее конечно упаковочки брать то есть в принципе это все что нам нужно на ёлку так как мы не планируем большую ёлку этого нам вполне хватит у меня логородку когда я попал в Икею я как раз это был так уж перед Рездовом и я нашел вот такие гирлянды не знаю они мне сподобались с чем-то таким что они незвычные были и я их купил плюс их заключается в том что они живутся от двух батареек также мы хотим показать в бедронке вот купили вот такие фонарики ну выключи свет и включи чтобы показать прикольно они кстати хотим сказать что в Хоман Дью есть такие фонарики конечно другая цветовая гамма но они стоят очень дорого если я не ошибаюсь до 100 злотых бедронки я купила по моему за 30 злотых мне правда не нравится цветовая гамма но как какие-то клоунские мне кажется но вообще даже очень прикольно там в детскую например как бы в спальню не очень а в детскую прикольно если бы были какие-то такие более коричневые то она была бы прикольная это с бедронки игрушка у них такая вот вышла серия прикольная новогодние уже там мишки всякие были 25 злотых я считаю что это недорого за игрушку очень такая прикольная тоже новогодняя вписалась декор я очень помешана на этом празднике Новый год это мой любимый праздник так что что будет много игрушек Хостик забери а завтра нас ждет замечательное приключение в замечательный город под названием Торунь я про него таки знаю где значит там пряники есть и напомню все Да, так что нас ждет ранний-ранний подъем и классное приключение с нашими друзьями, которые нам предложили поехать в Торинь. И так как мы давно уже далеко не выезжали из Тремяста, ну, за межи поморского воеводства, тому для нас это, не знаю, таки, очень круто. И забираем вас с собой в наше маленькое путешествие по замечательному городу Торинь. Давай. Доброе утро. Добрый ранок. Сейчас 7.07, мы спешим на скамку, потому что скамки с утра в воскресенье ходят, ездят раз в полчаса. Да, ну, при нами сегодня так ходить. Да, нам нужно, мы собираемся на 8 с друзьями, но нам нужно успеть попить кофе, как же это мы без кофе. На всему уже собираемся и ехать нам туда около 27 минут, так что мы вышли как рано и идем. Ну, будет холодно. Самое главное, мы едем в Торинь. А вы с нами. Ну что, мы добрались до Торинь, этот город нас встретил с солнышком, это очень приятно. Да, я, кстати, сейчас не разраховываю, что здесь уже бывает солнце. Да, тут совершенно другая архитектура, тут совершенно другие дома. Этот город отличается от Гдыни, Гданьска, Сопота, капитально. Во время Второй мировой Торинь фактически не задела. То есть все старые дома, они немножечко отреставрированы, но они не полностью отреставрированы, как тут в Данске, например. Да, здесь они такие, какими были в период войны и довоенной. Да, и тут дуже-дуже красиво. Да, здесь очень красиво, здесь просто вау, это прекрасный город. Почему при нем так мало всего? Да, и почему раньше сюда не приехали? Да, и почему раньше здесь не было. Торунь это город на севере Польши, который стоит на такой реке, как Висла. Висла считается самой большой рекой в Польше. Река протекает через Кракев, Варшаву, Торунь. Впадая в Балтийские моры в Гданьске. Да, то есть эта река протягивается к нашему Гданьску. Так что мы гуляем, будем вам показывать просто прекраснейший город. Собственно, мы сейчас находимся возле Тевтонского замка. Его, правда, в свое время когда-то решили снести для того, чтобы рыцари не вернулись в этот замок. Но это один из самых первых Тевтонских замков, которые построены были в Польше. То есть вы можете тут увидеть. Это так классно все-таки осталось. Хотя бы какая-то часть, насколько я знаю, его немножко отреставрировали, но еще не весь. Здесь в основном руины. Вот в виде подковы, видите, замок они выстроили. По 9 злотых человека, но сейчас посмотрим, что тут, как тут. Мы только зашли. Но очень круто, настолько круто побывать на поместье. Пошли мы. О, вау. Вау. Помогите позади себя. Жуткое место. Очень прикольно сделали. Вау. Бачите, что это штука металльно. Он, на самом деле, не очень большой, но ты, когда погружаешься вниз, там, где они жили, там, где они кушали, ты понимаешь, что на самом деле эти рыцари здесь были и как бы здесь это все происходило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тук-тук. Кто там? Слава. Тук-тук. Кто там? Кефтонцы. Зачем пожаловали? Да так. Или за вашими землями. В этом месте находятся три воспитательных, скажем так, учреждения. Вон там тюрьма. Вот здесь, с этой стороны, возле нас, там листина, это церковь. И вон там, это университет Коперника, то есть они друг напротив друга. Это очень интересно, как они в одном месте, как бы такие учреждения. Ну, пойдем посмотрим. Наконец-то мы вышли на реку Висла. У нас море, здесь река, очень классно. Сейчас мы погуляем там, наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь очень много людей фотографируется. Здесь вообще очень много людей. И мы можем наблюдать, как заходит солнышко, потому что, к сожалению, в нашем городе мы это наблюдать не можем. Потому что заходит оно совершенно с другой стороны, а не от моря. Вот. Ну, в общем, мы, в принципе, везде походили. Здесь центр не очень большой, но очень красивый. Да. Мне так уж даже сподобалось, и тем больше разница так, как... Они совсем не схожи на три места, поэтому для нас это было просто даже классно. Мы сейчас идем к башенке, которая, ну, как бы склонилась. И если вы можете спереться на эту башню и не упасть, значит, вы безгрешный человек. Ну, в общем, как-то так. Сейчас попробуем. Безгрешная людина. Безгрешная людина. А другая, другая. А все-все, лак увидит. Спасибо. За моском полу. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Ну все, мы нашли магазин с пряниками Сейчас будем пробовать торвинские пряники Мы добрались в это замечательное волшебное место Где видна панорама города Это очень красиво Это просто завораживает Нас правда тут взагалі не видно Но это неважно Главное, что видна панорама И видна эта вся красота Это очень красиво Не зря это место вдохновляло многих людей Также фотографов, художников Это безумно красивое место Музыка Музыка У нас 5 часов вечера и уже так темно! Ужас! Ужас! Ребята нас ждут, а мы постоянно снимаем Да, мы запизднемся постейно Да, но очень классно Здесь немножко прохладно сегодня было То тепленько, то прохладненько Но очень классный город Да, нам очень понравилось и мы вообще не жалко, что мы сюда приехали Это очень красивый город, это очень очень... Я не знаю почему про этот город так мало сказано, по крайней мере про другие города Польши намного больше сказано, но этот город стоит посетить здесь стоит побывать, он просто пропитан историей действительно супер! Да, я бы сказал, что это чудовая поездка на один день Действительно, у кого нет там много времени, можно спокойно один день вибрати, приехать, погулять, насладиться всем, что тут есть, всем старым местом, красивыми краеведами, вислою и, не знаю, отримать великий кайф! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА